Бам-бам-бам! Всё, это моя технология уборки. Не знаешь, куда одеть, просто закрой это. Как видите, по пикселям всё подгонял. И она расстроена. И она расстроена. Привет, это Дройтер. Часто в роликах, в комментариях, в стримах у нас спрашивают и просят показать, как устроена студия, что у нас здесь есть. И самое важное, как в этом хаосе можно найти хоть какую-то систему. А это сделать можно. Поэтому сегодня мы решили совместить приятное с полезным, показать вам, что где находится, какие ящички для чего и что в них лежит. А заодно убраться и распаковать один гаджет, который нам в этом поможет. Это Дройтер, а я уже говорил. С вами Барен Веденский. Погнали! Окей, поехали. Пройдёмся по кругу. Начнём, наверное, с самого неприметного тёмного угла. Во-первых, здесь есть такая штучка, которую нам подарили на презентации. Не помню чего. Здесь можно набирать разные слова. Как вы видите, основная система организации пространства в этой студии построена на маленьких картонных ящичках. из Икеи. И на них есть такие бумажные надписи. Здесь написано «Аксессуары». Это самая бесполезная коробка. Здесь какие-то наклейки и очки. Я даже не помню. Здесь какой-то бесполезный стафф из прошлого. И это самая моя любимая коробка, которая называется «Коробка для коробок». В ней, собственно, лежит много картонных коробок. Как правило, пустых от разных странных девайсов и гаджетов. Нижняя ещё одна какая-то штука с детскими фотками и так далее. Даже доставайте неохота. Кстати, ещё в этом углу хранятся всякие большие штуки, с которыми тоже непонятно, что делать. И в данном случае здесь лежит девайс, который мы сегодня будем распаковывать. Это пылесос LG Cord Zero. Чем крут этот пылесос? Сейчас я вам расскажу, попутно открывая эту коробочку. Итак, у нас беспроводной пылесос LG Cord Zero A9. Нож. Скальпель. Люблю, на самом деле, распаковывать большие коробки с большими устройствами, потому что обычно там много всего внутри. Кстати, тут какая-то схемка, как вытаскивать. О, нифига себе. Тут реально есть инструкция, как распаковывать эту коробку. Прикиньте, это круто, по-моему. Смотрите, сколько всего. И это нужно вот так вот поднять. Очень много разных трубочек. Поднимите мне веки и покажите пылесос. Прикольно, что в комплекте идет много разных насадок. Вот это основная. Это для мебели, видимо, для дивана. Ой-ой-ой. Это для чего? Знаешь, для чего такое? Для мебели. Тоже? А, это для углов мебели. Хорошо. Вот это для не вахристой, как там, не тканевой поверхности, короче, да. Паркет, линолеум, все дела. А это напольная док-станция. На самом деле, про этот пылесос интересно, что его можно устанавливать целыми тремя разными способами. Хранить, наверное, более подходящее слово. Самое главное для видеосъемки, как вы знаете, кроме блогера, это свет. Поэтому света у нас здесь два, иногда бывает и три. Это суперклассные китайские бюджетные светильники. Они складываются. Можно включить вторую и станет еще светлее. В общем-то, с таким набором из двух приборов можно совершенно спокойно снимать даже ночью. И получается ролики, вы часто их видите, между прочим. В этом черном мешке, в углу, до которого я не добирался, собственно, где-то полгода, находится... Господи, сколько пыли. Находятся дополнительные комплекты точно такого же света. В общем, в принципе, эту комнату можно заставить светом, и больше никто сюда не сможет влезть никогда. Вы спрашиваете, наверное... А может, не спрашиваете, потому что не было видно, что вот это за байда. Это реально какой-то уголок позора, потому что здесь вещи, которые я давно не брал. Это тоже очень важная штука для видеозаписи. Называются шумовые или акустические ловушки. Как видите, здесь у нас несколько таких налеплено. Сверху уже немножко начинает отклеиваться. Для чего это нужно? Нужно это для того, чтобы у нас не было дурацкого эха при съемке. Кстати, в углу висят еще специальные акустические ловушки. Для углов. И они, на самом деле, самую большую роль играют. Потому что именно в углах происходит вот этот дурацкий... Вот этот звон непонятный, который потом вы слышите, если плохой микрофон, если плохое помещение. Здесь, конечно, условия не идеальны, но с этими всеми штуками лучше. Бам-бам-бам! Вот если в ту сторону... Да, вот если в ту сторону, то будет больше эха, потому что там ничего не висит и ничего не ловит. Бам-бам! Вот, слышите? Прямо полсекундочки есть. А вот сюда... Бам-бам! Здесь меньше. Главный мой предмет гордости в том, что эти ловушки вырезаны в форме пакманов. И я, собственно, ручно это вырезал. Как видите, по пикселям все подгонял, как в классическом пакмане. В общем, все по-настоящему. Переходим к основной части коробки. Здесь тоже есть инструкция, и думаю, она нам понадобится. Так, тут всякие книжки и винтики. И это, видимо... Что это такое? Мне нужен твой оружие, мотоцикл и кроссовки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мудрый Валера подсказал, что это как раз крепление для того, чтобы хранить этот пылесос на стене. У стены. Потому что его можно хранить в трех положениях. У стены вертикально, стоя на подставке. И горизонтально, лежа на подставке. Еще очень важный момент. В комплекте идет целых две батарейки. Смотрите, они прикольные вот такого оранжевого цвета. Две батарейки позволяют работать 80 минут пылесосу. Без проводов. Фильтр тоже примечательен. Примечательен он тем, что его можно мыть под водой. Зарядный блок. И, наконец, мы переходим к самому пылесосу. Это маленькая стенка с коллекцией гитар. Моя самая любимая вот эта акустика. Ей лет 10. Она канадская. Самая странная гитара, которая здесь есть, это вот эта шестиструнная банджо. Это очень нетипично, потому что все классические банджи четырехструнные. А это как бы банджо, сделанное под акустическую гитару. И она абсолютно дурацко резонирует. Когда вы начинаете разговаривать, вот этот барабан все время звучит. И мне приходится его затыкать, чтобы во время роликов это не было слышно, между прочим, тоже. Здесь на полу находится еще один очень важный комок гаджетов. Это специальный мощный комп, с которого мы делаем стримы. В общем-то, больше ни для чего он не используется, поэтому сейчас он убран в этот угол. И я не знаю, куда его деть, поэтому он просто не знает. Закроем его шторой, чтобы не отсвечивал. Все, это моя технология уборки. Не знаешь, куда деть, просто закрой это. Переходим к этому стеллажу. Это, на самом деле, наверное, самый важный стеллаж. Потому что, ну, во-первых, на нем стоят сверху всякие микрофончики. Вот это крутой накамерный микрофончик. Недавно я его купил. И это микрофончик для планшета, чтобы записывать на него подкасты. Удобная штука. Это микрофончик для компьютера. Короче, как видите, не смог я купить универсальный микрофончик. Ну, всякие жесткие диски, книжка. Хрен с ним. Но самое крутое, и это особый повод моей гордости, то, что здесь есть четыре важные коробки. Вот эта коробка называется съемка. Здесь всякие важные, нужные приблуды для съемки. Другие камеры дополнительные. Батарейки, микрофоны, пульт от камеры, зарядки от камер. И, в общем, какие-то странные ненужные книжки. Вот эта обожаемая мной коробка, которая никак не называется. Вы можете догадаться, что это коробка с проводами и переходниками. И зарядки. В общем, тут всякая мелкая шелупонь, которой огромное количество у любого гаджет-блогера имеется. Очень важные две коробки, которые называются Работают и полезно. Значит, полезно это частный случай того, что работает. Работают это всякие разные гаджеты, которыми я уже в основном не пользуюсь, но они функционируют. Например, здесь есть планшет Nexus 10, по-моему, да? 8 или 8, я уже забыл. По-моему, 10 все-таки. 9, да, 9, Nexus 9. Есть маленький планшетик Nexus 7 последнего поколения. Вот такой вот кайфовый. Он, кстати, смотрите, в отличном состоянии. Есть iPad mini старенький тоже. Прикольно. От которого я не могу вспомнить пароль, кстати, поэтому я не могу в него зайти. А эта коробка полезная. Здесь гаджеты, которые не только работают, но и которыми я периодически пользуюсь. Портативная консолька, коптер. Сюда же можно положить электронную книжку. Диспроводные наушники какие-то, штативчики всякие и так далее. Селфи-палка. И век селфи-палка прошел. Ну что, пленочки классно отдеврать, на самом деле, у любого гаджета. Поэтому отдерем пленочку. Как думаете, смогу ли я без инструкции сообразить, как его... О, дай пеночку. Смогу ли я без инструкции сообразить, как его включить? Это чуть сложнее, чем со смартфоном, конечно. Я думаю, сюда ставится фильтр. Это моя гипотеза. Че ты ржешь? Хорошо, а какие еще варианты? Можно открыть эту байду? А, и сюда поставить фильтр. О, да здесь два фильтра в комплекте. Обалдеть. Тогда мы сделаем вот что. Мы возьмем батарейку и подключим батарейку. Интересно, нам что-нибудь выдернуть, чтобы она заработала? Тоже есть пленочка. Нечего тут выдергивать. И можно сразу вставить. Зарядили. Ну-ка. Ну-ка, проверим, насколько мощный этот пылесос. Притягивает зрителей! А это, друзья мои, это знаменитая телескопическая трубка пылесоса. Нет? Как она телескопируется-то? Реально? Итого, мы соединяем это все дело вот так вот, видимо. Так. Кайф. Опа! Дособерем стойку. Мне кажется, я понял, как это нужно делать. Вот здесь паз встал в паз. Не понимаю. А, вот так? О! Ха-ха! Да! Вот так все. Хранишь, и он заряжается. Все, ничего никому не мешает. Блин, кстати, очень удобно, что есть такой механизм. Потому что я видал беспроводные пылесосы, которые, типа, прислоняешь к стене, и он такой, типа, стоит, а потом... Пшш! На столе, кстати, в отличие от основного хаоса, я стараюсь поддерживать, ну, относительный порядок. Сейчас, как вы видите, здесь не слишком много всего лежит. Компьютер, монитор для компьютера, чтобы монтировать печеньки. Такие блокнотики, кубик Рубика, куда же без него. Очки, кстати, они здесь не нужны. Ну, и завершающий угол, который у нас остался, называется, наверное, как-то вечерний релакс-угол. Потому что тут, во-первых, есть кресло. Кресло для того, чтобы на нем сидеть. Но сейчас на нем сидеть нельзя, потому что его хозяева кепки. Кепки я храню в основном все-таки в шкафу, в коридоре. Но когда снимаю, в общем-то, забываю их туда отнести. Поэтому они копятся тут. Кепки. Зато тут есть уютный вечерний оранжевый свет. Поэтому все-таки вечером сидеть здесь можно. Но здесь есть еще один стеллаж, который, на самом деле, тоже очень важный. Потому что в основном на нем копятся различные гаджеты и девайсы, которые привезли недавно. И которые, с которыми надо что-то сделать. Либо снять про них видео, либо забить и не снять про них видео. Либо отдать эти гаджеты поскорее. Еще есть жвачки, пикеры, наклейки. В общем, много всякой фигни. И поэтому в этом стеллаже есть, соответственно, еще две ключевые коробки. Одна коробка называется Тест. Сюда я складываю устройство, которое в ближайшее время собираюсь снимать. Или недавно снимал, кстати. Вот, надо немножко здесь обновить пополнение. А вторая коробка, она, кстати, никак не называется, ее надо как назвать. В нее, соответственно, переходят те гаджеты, которые, как бы, свою актуальность потеряли. Отснятые всякие. Тут есть разные старые смартфоны, которыми я уже не пользуюсь, но при которых снимал. Наверное, эту коробку можно было бы назвать архив. Начнем с небольшого бытового теста. Представьте, что вы на канале Домашний сейчас находитесь. Для этого мы все-таки воспользуемся вот этой самой махровой щеткой. Она очень красивая, по-моему. Обратите внимание, все щетки имеют привод. Они электрические. И по ходу дела не просто только всасывается в мусор, но еще и щетка сама крутится. Это прикольно, по-моему. Клевенькая решенница. Подключаем. А можно полировать что-нибудь такой штуки, прикинь. Засоси печеньку. Ого. Смотри-ка. Все забирает. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. God knows I want to break free. Управление осуществляется, по сути, одним нажатием. Включил, выключил. Есть еще кнопочка плюс. И кнопочка минус. Попроще. О, смотри, а вот здесь вот можно наблюдать танец мусора. Мне кажется, очень красиво. О, и тут нам, кстати, пригодится телескопический механизм. Ну, вот эти штуки, конечно, по углам. Они помимо того, что феерические сборники эхо, они еще феерические сборники пыли. А ты всем этим дышишь, говорит моя мама. Часики. Отдельный специальный пылесборник на этом помещении. Это, кстати, как часы в фильме «Назад. Будущее» в городе Хеллвелле, которые остановились и не ходят. Кресло вообще особенно близко к обзорщику находится. Оно не должно быть пыльным. Ну, и более традиционное предназначение пылесоса. Пополу пройдемся. В пылесосе и в самой щетке двойной мотор. Суть в том, что он очень быстро вращается, создавая быстрый поток воздуха внутри вакуумных циклонных камер, что делает уборку более эффективной. Так удобно поворачивать и так в стороны. Вау, вау, вау. Ох, сейчас мы пройдемся. Вот они все ошметки этих многолетних распаковок. Все под столом. Дышать стало легче? Да. Кажется, дышать стало легче, дышать стало веселей. Сегодня мы уборку закончили. Мне кажется, стало поаккуратней, почище. Как делают в рекламах. И мы показали, что, где и как здесь лежит на студии. Так что напишите в комментариях, какие, не знаю, может быть, устройства, которые вы запалили в кадре, вас заинтересовали. Про что вы хотите? Видео или более подробный рассказ? Или про то, как мы делаем что-то? Более подробный рассказ. И сейчас я в финале хочу еще посмотреть, сколько пылюги мы собрали в студии. Грязь. Вот, смотрите, нормально так. Оказывается, тут всякое было. Можно еще раз посмотреть. На танец грязи посмотреть, а? Что-то в этом есть прекрасное. На этом все. Спасибо, что посмотрели этот видос. С вами был Барян Веденский. Валера снимал это видео. И пылесосил сегодня для нас и для вас беспроводный пылесос LG Cordero A9. Не пропускайте новые ролики. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. И нажмите на колокольчик. Чем больше видео, тем лучше. До встречи в будущем. И коробка полезна. Ой, если я отключился. И... Да что, что-то приждет. И вот... Да блин. Татататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат НО!